Ах, черт, мы снова идем. Нам это писали во второй серии на пейджер. Туризмо. Мы будем туристами, да? Это Эль Буро от Диаблос. Ты новенький в Либерти, но ты уже собираешь хорошую репутацию на улицах. Тут, короче, стритрейсинг рядом со школой у Кэллахан Бридж. Да, короче, достань себе тачку, и первый, кто приедет, собственно, победит. И получит денежку. Это все? Так, он управляет вот этими Диаблос. Это челики на мустангах, раскрашенные в огниво, как мы помним. Мне интересно, против кого мы будем гонять, так как нужно выбрать машину с умом. Я не знаю, насколько мустанг хорош. Насколько он умен. Потому что его заносит, и его тяжело управлять. А еще он плохо тормозит. Но он должен быть быстрый. Шустрый. О, это кто по мне стреляет? Блин, а тут спортивные тачилы. Эль Буро. Ты уверен, что это честно? Ладно, поехали. Да отвали от меня нафиг. Триадская жопа. О, какое тут происходит месиво. Вот это настоящий стритрейсинг. Это вам не форсаж, зализанный Голливуд, когда все красиво. Никто никого там не сбивает, не избивает, не врезаются. Вот настоящий стритрейсинг по GTA-шному стилю. Все всех давят. Блядь, нет. Ну, мне кажется, что не в этой жизни мы выиграем у этих спорткаров великолепных. Потому что мустанг может ехать только прямо. В принципе, и в жизни он может ехать только прямо. Что касается поворотов и торможения. Забудьте. Мы на каком месте вообще? Где чекпоинты? Блядь, почему по нам стреляют? Почему он выехал отсюда? А, нам нужно было сюда. Замечательно. А, Фёрд. Снизу написано. Блядь, кто стреляет? Это триады, да? Они очень агрессивно к нам относятся. Видимо, после того, как мы расчехлили их логово и поубивали каких-то важных людей. А еще, возможно, потому что мы помогаем итальянской мафии. И отжали у них прачечную. Блин, на самом деле, этот мистер Буррито должен был предупредить нас, что не просто выбирай тачку, а выбирай тачку, которая будет способна противостоять спортивным машинам. Race Time 100. Ебать, копать. Где этот рейс заканчивается? У меня уже чудо будет, если мы до финиша доедем на этом маслкаре. А, это мы по встречке едем. Я хотел сказать, кто-то по встречке едет. Думал, что в Англию попал. А нет. Где оппоненты вообще? Нас было четверо, значит, я третий, я не самый плохой. А, вот один перевернулся, замечательно. Мы вторые. Есть шанс, если... Если нас не взорвут, и если наш оппонент еще один первый, который перевернется, то мы спокойно доедем. А Эльбуро должен будет нам бабки. Много бабок. Увлекательнейшая гонка. Слава богу, что за нами еще не едет полиция, потому что эти сумасшедшие тут самые дикие в игре. Они похуже всяких триады мафий. Они тебе расскажут. Блядь. Один переходит дорогу, второй на красный поворачивает. Мешайте спокойно гонять людям. Навстречку. Ты не выиграл гонку, лузер. Ну и пошел ты в жопу. Инстант, бонус, стан, 136 баксов. Хорошо. У меня есть план. И я собираюсь даже его придерживаться. Значит, план такой. Сейчас тут до Тони мы доедем быстро, а дальнейшие перемещения по городу, вот эти покатушки, от миссии к миссии, я буду срезать, потому что они неинтересны. Вот, чтобы больше было миссий в роликах и меньше покатушек. А Эльбура пошел нахуй со своими гонками. Мне уже не нравится с ним работать. Так, Блоуфиш это какая-то взорвавшаяся рыба. Хорошо, нужно покончить с триадами раз и навсегда. У Эйдбола есть какая-то херня с бомбой и таймером. Поэтому приезжай туда, да, приезжай туда, забери машину, аккуратней, потому что она очень чувствительна. Они там, короче, мало времени, чтобы проехать на Дасткаре. Нужно быть аккуратными и взорвать какие-то газовые канистры, бензиновые канистры. Вот, Курума, вот эта нормальная машина. Не то, что эти ваши мустанги, которые не могут управляться. Тихо, не показывай мне рукой, куда мне идти, иначе я тебя собью. И ты окажешься в GTA-шном раю, а, скорее всего, в аду. Вот как этот человек, я прошу прощения. Но дождь, и меня машина не слушалась. Но кого это ебет, как говорится. Да, это Дасткар, это мусоровозка, почему она Дасткар называется. Ну ладно, возможно. Поехали. Дэмэдж. Дэмэдж получать нельзя. Ибо Дэмэдж нам смертельно опасен. У нас еще таймер, пиздец. 2 минуты 18 секунд. Нужно куда-то поехать, оставить эту машинку. И она должна взорваться. Великолепная миссия, опять же. Одна увлекательнее другой. А, блядь, вы не видите, что едет большая машина, которой тяжело тормозить. Вы переходите дорогу прямо перед ее бампером. Реально самоубийца. Это тоже посреди дороги. Здесь люди вообще не ценят свою жизнь. Хотя город такой мрачный. Я думаю, если бы я жил в таком, я бы тоже переходил дорогу где угодно. Потому что вообще было бы все равно. С одной стороны, мафия там что-то с рядами воюет. Перестрелки вечные. Такой он темный, почти нуарный. Дождь, гроза. Полицейские еще хуже, чем бандиты. Блядь, да не стреляйте по мне, у меня дэмэдж будет прибавляться. Вы что, ебанутые, ребята? Аккуратно. Каброны, блядь. Почему китайцы себя ведут так агрессивно? И откуда у них пистолеты? Я думал, они там нунчаками будут хреначить. Открывай. Ворота. А вот этот китайец нормально. Он типа, а я не вижу кто это. И поэтому я тебя пропущу. Давайте я не буду вас давить аккуратно, чтобы не спалиться. Вот так проеду мимо. Так, где нам останавливаться, блядь, вообще? А, о-о-о, между вот этими газовыми канистрами. Активируй бомбу. И, блядь, надо активировать бомбу. Активировал бомбу и... Короче, вали отсюда. Будет большой бум-бум. О, вот. Теперь они меня узнали. А мы вот в соседнем грузовичке. Вот здесь, да, стояли. Я надеюсь, нас не зацепило. Просто отсюда уедем. Открывайте дверь. Спасибо, ребята. Вы очень любезны. Что открываете дверь, чтобы я смог убежать. Так, мы добрались до Сальваторе Леоне. И будем сейчас брать у него миссию, которая называется... А, это Катинг Дегресс. Это мы видели, да. Тут какой-то кудрявый боб. Нужно за ним следовать, потом убить. Это мы кат-сцену видели в прошлой серии. Но нам не удалось уследить за Бобиком. И Бобик уехал на такси гордо вдаль. Короче, кудрявый боб какая-то крыса, которая там сливает информацию, по-моему, колумбийскому картелю. Извините. Колумбийскому картелю ведет себя откровенно погано. Потому что нужно понимать, что когда ты связан с мафией, и если ты вдруг начнешь что-то конкурентам помогать, то мафия может тебе сделать мстю. Мстя будет больная, страшная, и возможно тебя потом не найдут. Почему? Опять по мне стреляют в районе, который управляется мафией. Так, ну я приехал. Ну я приехал. Где этот кудрявый боб? Господи. А вот он, он там садится в машину. Замечательно. Нужно аккуратно ехать, чтобы он не испугался опять нас. Вот этот спукометр. Так спокойно. Никто не боится. То нужно держаться реально на одном квартале. И мы не видим вообще нас на карте. У нас на карте вообще не отображается, где машина. Поэтому ты типа, если ее проебешь, то ты ее проебешь. Так, он повернул налево там. А еще, учитывая, что здесь мышкой вообще нельзя помогать вот камеру подвигать, пока ты едешь, как это реализовано в San Andreas или в Iosity, я уже говорил об этом, то ты не видишь, куда он едет. Но это не важно. Мы достанем кудрявого бобика и заставим его страдать, потому что нечего было вставлять палки в колеса товарищу Сальваторе. Блять, куда ты едешь? Ууу, ты в форт едешь. Там, видимо, со своими дружками из колумбийского картеля будешь опять инфу им сливать. Так, где ты, где ты? Вот ты. Я бы даже патроны на тебя не тратил. Я вот не знаю, нужно его просто убить или вырубить. Если убить, то я его лучше задавлю. Патроны тут немножко дефицитик. Их в игре. Так, 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 так. Он куда-то побежал. Он куда-то... Каталина это, да? Тебя преследовали? Ты знаешь, что это наш секрет? Нет, нет, меня не преследовали. У тебя есть моя штука? Да, пожалуйста, забирай, теперь говори. Итак, Леоне начинает на два фронта воевать. Он воюет с триадами и не собирается сдаваться. В то время Джо и Леоне с Форелли там что-то мутят. Каждый раз, когда он убивает Форелли, там, короче, кровь на улицах и все в шоке. Так, не стоит волноваться ему насчет себя, потому что ты же такой лояльный. И, короче... Whack, Кюрли, Боб, это значит, типа, замочи кудрявого Боба. Я бы Каталину долбанул за то, что она нас подстрелила на самом первом задании. Привет! Воу! У тебя дробь... О! Уходим! Блядь! Ты че охуел, пацан? Что? Что сейчас произошло? Откуда у него такой дробовик оказался? Вы что шутите? Попытка номер два завалить этого... Кудрявого чертилу, у которого вдруг оказался... Охуеть, какой гигантский дробовик! Я тебя здесь порешаю, мать твою! Так-то! И отдай мне эту дробь! Собака дикая! Блин, кто мог ожидать, что у такого, на первый взгляд, спокойного, милого дедка окажется боевой дробовик, который с двух шотов стреляет и поджигает машину? Это вообще незаконно! Так, поехали на следующую миссию! А у нас прямое включение заезда по двойному форсажу вернулся все-таки к миссии этого Эль Буррито! Взял машину получше под названием Эсперанто, потому что я подумал, раз и латиноамериканец дает нам задание, нужна латиноамериканская машина! И вроде как мы побеждаем эти три гоночных тачки, которые просто уже переебались во все столбы! Какое-то время они меня, конечно, обгоняли, но потом, благодаря своей же скорости, они нашли несколько деревьев, зданий и прочего! Пока мы едем первыми, я надеюсь, что мы такими же и финишируем! Мне просто интересно, сколько денег нам дадут за вот это мучение! Потому что гонка, ну она вообще нелегкая, учитывая управление автомобилями, учитывая, что против нас три чувака на гоночных авто! Ну, как говорится, Эль Бурро в рот ебал наши проблемы! Он просто сказал, пацан, хочешь заработать репутацию и бабла, едь на гонки и зарабатывай! Мне интересно бабло, потому что репутация нигде здесь, шкала ее не вырисовывается! Сколько нам дадут денег? Да, 10 тысяч! Это именно то, что я хотел за вот эту нудную погоню, за чекпоинтами! Понятно, понятно, как оценивается труд стритрейсеров в этом городе! Поехали дальше к Сальваторе, он хотя бы реальные деньги платит! Приехали к особняку Сальваторе Леоне, и у нас миссия по названию «Бомб да бейс, акт первый!» Взорвать базу, какой-то первый акт! Картель, у них, короче, какие-то там есть склады, которые торгуют наркотой, мы должны нарушить их поставки, что-то там Кёрли, этот кудрявенький чувак, которого ты завалил, приведет нас туда! Да, я тебя прошу разрушить эту наркофабрику, чтобы сделать одолжение именно мне, Сальваторе Леоне! Если ты это сделаешь для меня, то всё, что ты захочешь, всё будет для тебя сделано! Иди, встреться с Эйдболом, чтобы проконсультироваться насчёт того, как и что взорвать! ОК, ОК, не ОК? Так, это наша красавица вот на горизонте стоит, на которой мы гоночку выиграли! Так, нам к товарищу 8 на карте нужно приехать! Опять что-то взрывать, в начале триад, теперь мы уже будем воевать и с картелем, я так понимаю, раз триады так агрессивно... ...на нас реагирует на улицах, то и картель также будет реагировать. Когда картели так, там, Каталина сидит, это тварь-предательница, поэтому с картелями так всё ясно было. Так, приехали! Эйдбол, взорвать базу, акт второй, как быстро мы закончили первый акт! Йоу, чувак, Сальваторе позвонил и сказал, что это работа, где нужно будет много взрывчатки! Мне нужно 100 тысяч долларов, чтобы покрыть расходы, но ты знаешь, что... ...но ты знаешь, в общем, что это стоит, игра стоит свеч! Приходи, когда у тебя будут деньги! А у меня есть деньги! Почему ты сразу не показал ему бабло, если ты не умеешь говорить? Вот, у меня 230 штук, забирай сотню! Хорошо, давай сделаем это! Я могу, короче, сдетонировать это, но сделай это ты с помощью винтовки и вот коробочка для тебя пришла с Амазона. Нажми на DEL или правую кнопку мыши, чтобы прицелиться. А если колесиком двигаем, то ничего. Так, Z или X, это зум? Ебать, как это удобно! Вы просто не представляете! Z или X? Окей. Левая кнопка мыши контроля или NUM 0, чтобы стрелять. Ну, спасибо, спасибо! Ну, будет так классно выцеливать чертей не с помощью колесика на зуме, а с помощью кнопок, которые под VASD. Поехали, товарищ афроамериканец! Покажешь, по кому стрелять, где эти колумбийские рожи. Ну, расскажи какую-то шутку пока что ли про черных. Тебе можно, мне нет. Я вообще не говорю. Какой-то ты невеселый. Так, опять мы едем в доки. Судя по всему, здесь находится их база. Этот кудрявый боб очень зря так в открытую сюда приехал, показал нам все и помер. Так, найди хорошее место, чтобы стрелять. И, короче, будь готов, чтобы подорвать все к херам. У них целый корабль под названием Лес Карга, ржавый, с погнувшейся антенной. Но, тем не менее, корабль. Тут какие-то коробки и дохренищи чуваков с винтовками. И они все в таких забавных шляпах. Ебаный в рот. Так, Портланд Хербор. Так, вот смотрите, какой забавный момент. Нам нужно подняться по лестнице наверх. И мы идем со снайперской винтовкой. И вот эти ребята просто в глаза долбятся. Они такие, да, пацан гуляет со снайперкой. Будет занимать снайперскую позицию прямо напротив нашего корабля. Это хули нам? Можно еще выше, да? Пойдем выше. Почему нет? Быстрее, пожалуйста, беги. Товарищ Клод. Тут чекпоинтом нигде не отмещается, какую точку занять. Но я так полагаю, что вот тут. Тут. И... Куда стрелять? Куда? Так, где наше великолепное ZX? Я не понял. А ты куда ушел? А, вот ты где. И? Это взрывать? Пиздец, объяснили. Взорви, говорят, что-то там. У меня есть коробка там, блядь, я разъебу. Ладно. Блядь, мимо. О, бум-бум, блядь. И всем вообще похуй, ребята. Вот одного расколошматило. Ну на. Эйтболл... Эйтбола убили. Пиздец. Я не могу, блядь, я раз этой игры. Это какая-то... Какой-то... Трэш полнейший. Трэш полнейший. Блядь. Опять ехать туда. Ой, блядь. Попытка номер два пройти эту миссию. Сегодня что-то все миссии мы проходим со второго раза. И за то, что этот баскетболист, мать его, подставился под выстрел. Я не знаю, хули тебе не сиделось за этими ящиками. Ты решил... Выполз ты и такой... Эй, ребята, я без оружия. Ну как бы я пришел вас сюда убивать. Это было очень гениально с твоей стороны. Пошли на крышу. Не высовывайся только, Шакила Нил Хренов. Твою лысину видно за километр. Просто сиди за ящиками, я тебе молю. Слава богу, что у нас не снялось еще 100 штук. Потому что, чтобы зайти в миссию, стоило 100 тысяч. Я уже подумал, когда ехал обратно к этому дебилоиду, что еще 100 штук снимется. И это было бы прям вообще печально. А вот это... Зюм. На, нахуй. Блядь, как удобно. Ты стой на месте. Че такое? Куда ты бежишь? Куда он бежит? Я не успеваю всех отстреливать. Дурак, блядь. Так, одна звездуля. Великолепно. Просто шикарно. Почему он на незачищенный корабль побежал? Все? Долбоносик, блядь, темнокожий. Что за проблема с ним? Я убил одного, там еще стоит человек 11, но он... Не, я пойду ставить бомбу свою ебаную. Этот корабль. Мы еще хелы теряем. После небольших прыжков. Нихуя ты! Прям по взрыву. Прям боевик. Давай, щемись оттуда, щемись. Ты не мог установить таймер бомбы так, чтобы ты убежал спокойно? Вот тебе минуту нужно было там, чтобы убежать. И чтобы потом оно вдолбануло. Что с этими людьми не так? Я не понимаю. Надеюсь, что миссия пройдена и... Слава богу, как говорится. Да. Сколько? 150 тысяч. Неплохо мы отбили инвестиции. Замечательно. Поехали опять к Эльбуррито этому. Может, он что-то расскажет нам веселое. Даст какую-то миссию, не связанную с гонками. Так, мы добрались до этого любителей Чимичанги. Сейчас посмотрим, что он нам предложит. Если это будет очередная гонка, я его просто сразу нахер пошлю и поедем к Сальваторе. Я кричу, ты кричишь. Я начал экзотический бизнес развлечений без ничего. Только там с контентом каких-то кожаных трусов. Боже, о чем он говорит? Они угрожали плохому, не тому, вернее, человеку, а Мига. Они чего-то боятся. Возьми бомбу, спрятанную где-то. Возьми оружие и фургон с мороженым. И сделаем динь-динь-динь-динь. У них, короче, склад в Атлантик. Куинс. Куинс. Пикап. Пикап, короче, чемоданчик. Забери его в районе Харвуд. Харман. Так, радио, радио. Иди вон. Замечательно. Собственно, здесь у нас находится чемодан, который нужно опять куда-то отвезти и что-то взорвать. По-моему, эта игра состоит из того, что мы все время что-то взрываем. Так, найди фургончик с мороженым. Почему именно с мороженым? У тебя фетиш на мороженое какой-то. Почему не фургончик с буррито? Потому что, судя по твоей кликухе, у тебя кликуха не El Ice Cream, а El Burro. Ребята попадали с крыши. Ни хрена себе. Так, фургончик с мороженым. Нифига себе, вот это задача. Вот это задача, однако. Добрались мы до фургончик с мороженым. Эта тварь ездит по городу. И я вообще не сразу понял, что нам нужно именно этот фургончик. Я думал, что это просто финальная точка. Парк в Ice Cream. Короче, припаркуйте его в Атлантик, где-то там. Активируем мелодию, чтобы все канонично. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А, мистер Уупи называется наш фургончик. Правда, благодаря великолепному виду камеры мы не видим его толком. Видим только крышу и мороженку. Блядь, да где тут заезд? Что за дичь? Какая-то серия из сложных миссий выходит. Все миссии, кроме этой, пока что. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Блядь, мы переигрывали. Дай бог ей эту придется и жопа взорвется просто. Но я вам скажу так. Что я понял за 4 уже части прохождения GTA 3. Это то, что тут мы просто шестерим всем подряд. И все взрываем нахуй. Так, exit, vven, выходи из фургона и нажми на кнопку, чтобы дистанционно раздолбать. Ну, мы посмотрим на этот фурор. Так, выходят щелики. А мы что, против мафии сейчас? Погоди, погоди, это плохо. Мы же дружим с мафией. А что случилось? Мы не всех убили? Так, вообще мне не нравится, что начинает происходить в этой игре. Потому что я вот сейчас вспомнил. Эль Бурре, это у нас было сказано, что он глава Диана. А чувак из мафии, который не сын Сальваторе, а который Луиджи, который владелец клуба, он вначале нам давал миссии против Диаблос. Потом, получается, что вначале мы помогаем мафии против Диаблос, сейчас мы помогаем Диаблос против мафии. Параллельно убиваем дофига ребят из китайской триады и воюем с колумбийским картелем. Мне кажется, или потом просто все закончится тем, что все объединятся и дадут люлей нашему главному герою. Так, пейджер хороший, там расценки на новые, поддержанные. Какие-то машины скорой помощи и прочие. Найди их в Портленд-Харбор на северо-востоке, если они тебе, конечно, нужны. Просто замечательная информация. Нахуй мне скорая помощь или другие машины экстренных служб я не понимаю. В любом случае, мы заканчиваем эту серию. Она была невероятно сложная, но мы справились со всем, что на нас вылилось. Благодарю вас за то, что вы посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч в новых эпизодах и новых играх.